Последняя новость проекта Guild of Guardians. Guild of Guardians – одна из интереснейших мобильных игр в стиле MMORPG с концепцией Play to Earn. Запустив её, пользователи смогут весело проводить время и зарабатывать на любимом развлечении. Разработчики стараются совершенствовать своё детище, чтобы новые пользователи охотнее пополняли ряды игроков. В игре можно не только соревноваться с другими героями, магами и волшебными существами, но и находить друзей и объединяться с ними для лучшего результата. Эта игра – настоящая находка для геймеров, которые часто слышат от окружающих, что их хобби – пустая трата времени и детское развлечение. Ведь благодаря Guild of Guardians они смогут зарабатывать токены, которые вполне можно превратить в реальные деньги. Экономика игры строится на базе сети Ethereum, что делает её безопасной, эффективной и продуманной до мелочей. Внутренние токены игроки смогут обменивать на уникальные NFT, которые смогут продавать другим пользователям, в том числе за фиатные деньги. Итоги 2021 года. Разработчики не останавливаются на достигнутом и стараются радовать игроков регулярными обновлениями и интересными анонсами. Недавно они подвели итоги 2021 года и рассказали о самых значимых этапах развития проекта. Были созданы уникальные анимации для NFT, включая героев, монстров и предметы. Доработан пользовательский интерфейс. Команда поработала над аудио и визуальными эффектами. Разработчики рассказали, что впереди ещё очень много всего интересного и важного. Но сейчас игра уже на стадии пре-альфа, и они сами регулярно тестируют её. Команда поработала весьма успешно. За прошедший год предварительную регистрацию прошли порядка 170 тысяч человек, а 120 тысяч подписались на аккаунт в Discord. Аудитория в Twitter и Facebook также растёт. У проекта появились значимые партнёры, среди которых NRG eSports, Ubisoft и The Sunbox. Это не менее важный этап его развитии, чем разработка персонажей или создание собственных токенов самоцветов ERC-20. Ведь поддержка поможет Guild of Guardians развиваться и завоёвывать сердца игроков по всему миру. Перспективы развития. Команда анонсировала и планы на 2022 год. Запустить Guild of Guardians на мобильных устройствах. Сначала в формате закрытого тестирования для группы игроков-добровольцев, а затем для всего сообщества. Добавлять поверх уже запущенной игры новый контент, героев, монстров, боссов, предметы и другие важные игровые атрибуты. Работа над увеличением скорости загрузки игры, её оптимизация. Инвестиции ради расширения возможностей игроков, поощрения лучших из них. А также запуск одного из самых крупных партнёрств. Всё это звучит интригующе, но есть и другие, более свежие новости от разработчиков. Команда запустила рубрику «Страж недели», где игроки, выбранные сообществом, делятся своими историями с миром. Они рассказывают о том, как узнали об игре и почему выбрали её ещё до официального релиза. Это очень показательно, ведь можно увидеть самых разных людей, объединённых общим увлечением. Кто-то из них предпочитает сложные игры с красивой графикой, а для других привлекательнее возможность что-то создавать. Но всем им по душе Guild of Guardians, ведь в этой игре объединено всё то, что они так любят. Глобальные планы на 2022-2023 года. 8 февраля команда объявила о том, что в планах подключить к цифровым активам порядка 100 миллионов человек по всему миру. Это весьма амбициозные планы, но стоит отметить, что такая цифра вполне достижима. Главное – грамотно провести пиар-кампанию, и новые пользователи непременно оценят возможность зарабатывать, играя в игру, жанр которой уже хорошо им знаком. Разработчики также опубликовали обновлённую версию дорожной карты проекта с более точными датами и целями. В частности, закрытый инвайт Альфа состоится уже в первой четверти 2022 года, и совсем скоро они анонсируют условия участия в нём. Во втором квартале игроков ждёт программный запуск Альфа, в рамках которого Джимс станут частью игровой экономики GOG. В конце 2022 года состоится запуск бета-версии, доступной для каждого. Разработчики пока не уверены, появятся ли новые режимы, но такой вариант развития событий возможен. Полный запуск игры можно ожидать не раньше второго квартала 2023 года. К этому времени она будет полностью готова, появятся больше персонажей и предметов, которые смогут коллекционировать игроки. Но разработчики обращают внимание игроков на то, что они могут изменить свои планы или перенести релиз. Ведь работать приходится с принципиально новыми технологиями, включая блокчейны второго поколения. Тестирование игры Преальфа-демо станет для игры ключевым событием, отталкиваясь от которого разработчики определят её дальнейшее развитие. Игроки, получившие доступ к ранней версии, смогут оценить работу командой и вынести свой вердикт. Они не только проверят корректность работы приложения, но и выскажут свои мысли касательно сюжета, игровой механики и дизайна персонажей. Демо-версия вообще не будет подключена к блокчейну, а на стадии альфа-тестирования игру подключат к тестовой сети. Это нужно в целях безопасности. Игроков будут ждать награды, но контролируемая среда на данном этапе гораздо удобнее для разработчиков. Альфа-тестнет будет включать в себя основные системы и контент в Guild of Guardians, но игроки всё равно должны понимать, что работа над ним продолжается. Бета-майннет станет улучшенной версией проекта, но и она будет постепенно дорабатываться. Хочется верить, что предварительные тесты помогут найти все уязвимости, и после шлифовки игра будет именно такой, какой её хотелось бы видеть сообществу – интересной, захватывающей и динамичной. Разработчики понимают, что после завершения тестирования и запуска игры могут столкнуться с проблемой масштабирования, поэтому стараются подготовиться таким образом, чтобы даже при развитии событий по самому худшему сценарию это не сильно ударило по игре. В планах у команды предоставить возможность миллионам игроков играть одновременно, и сейчас для этого нужно хорошо потрудиться. GOG обещает стать не просто ещё одной игрой, а уникальным пространством со своей философией. Разработчики планируют постоянно совершенствовать и развивать сюжет, чтобы игроки не теряли интереса к нему и получали настоящее удовольствие от процесса. Команда проекта считает своей миссией знакомить людей с NFT через игровой процесс, чтобы крипто-сообщество росло, и к нему присоединились новые и новые люди. Весьма символично, что некоторые из отмеченных ими игроков начинали с обычных компьютерных игр и вообще не интересовались блокчейном. Но теперь с нетерпением ждут возможности опробовать Guild of Guardians самостоятельно. Помимо GOG, команда собирается работать и над GOG 2.0, более совершенной версией игры. Пока о ней известно мало, но разработчики уже продумывают дорожную карту. В их планы входит и поиск новых возможностей для использования NFT, в частности и блокчейна в целом, в том числе и за пределами игры. Праздничные конкурсы. Разработчики не остаются в стороне от праздников, включая 14 февраля. Они объявили творческий конкурс. Чтобы принять в нем участие, нужно создать работу, посвященную игре и тематике любви. В материалах и способах воплощения идей участников никто не ограничивает. Самое важное – сделать красивое фото и отправить его не позднее 23.00, 15 февраля по московскому времени. Победителей конкурса ждут призы, о которых можно более подробно узнать из анонса. Этот год был для разработчиков весьма важным и продуктивным. Хочется отметить их огромный вклад в развитие Web3. Хоть пока и рано говорить о том, насколько проект будет востребованным и успешным. Но уже сейчас игрой интересуется большой процент людей по всему миру. И хочется верить, что предварительное тестирование не разочарует их, а команда создателей GOG сможет исправить все ошибки, которые будут выявлены в его период, и довести продукт до совершенства. На сегодня это все новости проекта Guild of Guardians. Не забывайте ставить лайк данному выпуску и подписываться на канал CryptoDead.